Сейчас будет небольшой видеоурок, мастер-класс по изготовлению черепа инопланетянина. Череп инопланетянина мы будем изготовлять из черепов коров. Здесь есть несколько, удачно нашлось. Дело в том, что бывают такие случаи, они нередки и при этом весьма популярны, когда фрагменты черепов различных животных выдаются людьми, либо не очень разбирающимися в анатомии, либо не очень честными за черепа пришельцев. И мы попробуем сделать пришельца своими руками. Можно убедиться, что это черепа коров, что это не черепа хищника или чужого, или какого-то еще недоброго. А вот зубы, здесь был нос, здесь очевиднейшие места, где были рога. Это глазницы, абсолютно очевидные. Примерно так была расположена нижняя челюсть, она образовывала рот. Нижняя челюсть свободно прикреплена к черепу, непрочная, поэтому она отваливается. Мы ее просто не будем учитывать. И вот из этого экземпляра сейчас попробую что-нибудь интересное сделать. Мы не репетировали, и это будет изготовление инопланетянина с нуля, так что возможно некоторые накладки, но стараемся сделать красиво. Вот череп, и сейчас я буду сначала отделять у него лицевую часть. Можно было взять пилой, но есть риск сделать не то сечение, и будет не похоже, не красиво, и поэтому буду отделять кости кусками. Теперь, что я не знаю, я хочу, чтобы у вас есть. Помогите, чтобы у вас нет, чтобы у вас есть. И вот так уже есть двеовая часть. Сейчас ты переходил. Плокировали выучить, чтобы у вас есть четыре, которые я не работаю. Смотрите, я хочу, чтобы у вас есть ещё один keer. Продолжение следует... Сейчас отделена часть верхней челюсти, сейчас отделю вторую. Пока можно точно угадать очертания черепа коровы. Сейчас я разрушаю решетчатую кость, которая сообщает носовой полости и мозговой полости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я сделал глаза инопланетянина вот здесь. Здесь на нас смотрит дальний космос и нервы, которые тут раньше были, а дальше мозг. Сейчас маленько подровняю ему бровки, в природе это происходит без посторонней помощи, если череп попал в поток, если по нему прошлись живые коровы или живые инопланетяне. Мы маленько ускорили процесс. Сейчас здесь за небольшими вычетами можно увидеть лицо такой же как у родопского черепа. Сейчас я ему сделаю подходящие бока и затылок. Вот. Я думаю, что я снизу плотно покажу. Как говорил кто-то из великих творцов, что создание шедевра заключается в том, что нужно взять глыбу мрамора и отсечь все лишнее. Мы взяли корову и отсекли все лишнее. Кто-то сначала отсек с нее тушенку, стейки, шкуру, а мы отсекаем лишнее от черепа. Здесь можно увидеть, что уже замаскировано присутствие рога, скрыта внутренняя структура крыши черепа. Сейчас я уничтожу эти грани и крыша черепа будет почти неузнаваема. Субтитры делал DimaTorzok 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 Теперь нужно удалить височные кости. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok